далее он находит разное оружие и прокачивается с ним знаете как он просто бегает с ним по кругу я не шучу чего ладно как в скайриме мои не явно с вами всем привет с реакцией на солика видос называется аниме для неудачников я записываю сейчас видео без света на последних процентах аккумуляторными дуют вентиляторе с отдела не кондиционер поэтому тут такая вот ветрозащита чтобы вам не надувало ведь и беспокоясь вам что вы не заболели ладо дать смотреть аниме здесь аккумулятором водит в смысле не смысле все они мы в принципе а конкретно вот это и бы и был копиум для неудачников то боже мой я получил читерские способности в другом мире стал экстраординарным в реальном повышение уровня изменила мою жизнь пускали даже типикал и сикай за проводу неужели это настолько жалкий китайский мультик нет 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 ни в коем случае он еще хуже но чё парни 0 из 10 а потом появился заяц это был божественный заяц и он заставил тренировать героя самый главный прием пинок пинок буквально пинок мол этим прямо можно убить даже бога нормальная текст же он просто появился говорящий кролик который сказал что он посланник бога и он должен научить достойного ученика супер пинку и он его никогда не использовал этого никогда не использовал это был просто кошмар вы можете мне помочь я нет я пришла на фотосессию а что мне тогда делать тебе бы обратиться в сервис ясно сервис я слышу автор покушает это правильно автор тоже покушает привет как вы знаете или не знаете у меня выходит моя игра есть на ней уже ссылочка в описании на ее страничку стиме я был бы очень благодарен прям невероятно благодарен если вы просто добавили бы игру в список желаемого сейчас мне очень важно это невероятно важно что вы просто перешли на страницу в описании добавили ее в желаемое даже если у вас нету аккаунта стиме пожалуйста создайте его это после бесплатно очень быстро делается и добавьте игру список желаемого это очень поможет и даже антимайни одобряет ваше решение и антимайни и я одобряю ваше решение о ком решении мы говорим окей 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 я много разбирал плохих историй но это это мне особенно омерзительно ибо в ней все у нас только неправильно она настолько бездарной что я не могу об этом молчать давайте саму хотя и визуально вроде и ушел на паре симпатично главный герой заступается за нее огребает и уходит домой обиженный то есть первое что мы узнаем про героя не его имени его статус и положение в обществе а тот факт что если кому-то надо помочь то он обязательно придет и поможет но пассивно ведь он храбрый но он пузька что поделать храбрый но пузька храбрый пузька храбрый пузька храбрая пузька сценаристы что с вами не так вы узнали про сценарный прием спасите котика это единственное что вы поняли из книг блэка снайдера и я вижу на ваших лицах недоумение мол это первый две минуты сериала он еще даже не успел начаться я уже на нем крест ставлю ладно хорошо давайте посмотрим первую серию он заканчивает учебу его снова избивают одноклассники оскорбляют брат сестрой он расстроенно возвращается домой в паре в отчаянии ненависти к себе разбивает зеркало и находит там тайную комнату себя дома нормальный ванны ну окей допустим эта комната ведет в другой мир это новая часть гарри поттера гарри поттер тайная комната большой домик и участок под защитой магии дом принадлежал трачать волшебному колдуну он изучает дом как вдруг перед ним выскакивает саной геймплейное окно и g rpg блин какой же классный сериал он мне так ныра я пошел отсюда ну его в жопу вообще ну это же классика мать ну ты видел слушайте это еще не самый плохой сикай который он смотрел я смотрел один сикай который предложил как ангелина посадить вот то был конечно кошмар он и графический был сто раз хуже по сюжету то вообще был просто кошмар это же название не помню только помню что там главный герой влюбился в большую розовую гориллу это все что я поводу да они мы бывают очень странно это за такие клише на зоне почки опускают да хоть в очко мне плевать силы продолжил обзор да что ж сука такое так менюшка говорит что коли он смог попасть в этот дом значит он теперь новый хозяин далее он находит разное оружие и прокачивается с ним знаете как он просто бегает с ним по кругу я не шучу чего ладно очках как в skyrim ему все-таки попадается противник за непробиваемым барьером которого он убивает имбовым оружием тупо метнув его это все равно что гордиться убийством гнаара из корабельной пушки это самое то для нашей размазни то самое что написать какой-то хузер дэд или подобный чит и просто ходить через гадис гуд проект выиграть варкрафт 3 в наш мир и поднятый им уровень меняет ему форму тела и теперь он супер звезда с кубиками пресса а еще набранный опыт конвертируется вместо валюту и наша тряпка получает месячную зарплату вам интересно как это происходит и чем это обусловлено не правда ли не бутыл да так он никто не узнает а потом его находит та самая девушка которую он спас и она оказывается . и директора супер крутой школы и она его пригласила учиться в заведение получше брат сестрой хотят снова оскорбить нашу тряпку но девочка то точно знает что главное душа и он идет с ней в новую школу а потом все хлопали и поздравляли его понимаете и жить главный он какой-то фэнтези оружие получил уничтожил кого-то фэнтези полу фэнтези мире и такой пойду в школу типа тогда мы этого сериала заключается в главном конфликте этой истории его нет все его нет смотрите самые близкие родственники издевались над ними за его внешности вот тут верю в тот плюс верю уже верю ну я не спорю между словами родной человек и хороший человек зачастую не стоит знака равенства конкретно тут я прям не верю плюс в истории к нему относился хорошо только дед который крикнул оставил ему хату в токио понимаете ли эти детали истории но они выглядят как скотч которым склеивают машину типа можно использовать болты и сварку но можно и скотч только такая машина далеко не уедет вот тут также родственники у него плохие чтобы а показать как он бедней б чтобы мы узнали что родственники у него в принципе есть но их никогда не будет в кадре и вы у него своя хата чекайте основная причина плохой жизни заглотыша это его лишний вес и непривлекательный внешний вид и стоило ему волшебным образом стать красавчиком как все его проблемы решатся а позвольте мне отправиться в 1988 год чтобы на заднике только вышедшего фильма высказать свое мнение спасибо собака ставшая человеком не перестает ой ой он хорошо вспомнил если ты самая вонючая тряпка который вытирает ноги то никакая внешность тебя не спасет я не собираюсь отрицать что внешность обществе не имеет значения но зачастую обычной гигиены свежей одежды капельки парфюма и толики вкусов обнимку сознанием обыденного этикета вполне достаточно и вес это не рост диеты и спорт творят чудеса и даже если нет возможности привести себя форму то я не помню чтобы блэк джека за это хаяли габена джорджа мартин сапковского прикиньте да у них проблемы с лишним весом но это им не мешает быть ну потому что они такие харизматичные но они поставят ну они знают что у них есть такая проблема но они живут кайфуют с этого еще и рофлы делает прикалываться над ним потому что они крутые смешные ироничные харизматичные ребята известными и уважаемыми людьми во всем мире так что вот это вот трансформация серого лебедя и положительный поступок самом начале истории служат только одному чтобы зритель максимально сильно проникнулся главным героем и стал отождествлять его с собой ведь блин ну я тоже жирный неудачник которого никто не любит но но я-то считаю что я хороший прям как это герой аниме блин буду за ним следить да эта задача большинства истории в мире только служит она не целью воспитать положительные качества а чтобы смотрящий вдыхал копиум копиум это по сути мем который говорит про самообман такая ложь во благо самому себе чтобы оставаться в зоне комфорта мне вот эта вот история так противно единственная ее цель чтобы какой-нибудь жалкий неудачник посмотрел на главного героя и сказал я я это погоди смысле неудачник и самое такое что абсолютно все в этой истории служит этой задачи и чтобы маленькие неудачники могли вдыхать копиум полной грудью срать под себя дальше и не поймите неправильно нет проблемы рассказать историю изгоя так таких историй вообще-то много вэш ураган чоппер наруто есть много историй где проблема именно во внешности взять хоть того же квазимода господи гарбун из нотр-дама гарбун из нотр-дама я готов многое отдать чтобы посмотреть на питчинг этого мульта радуюсь приветствовать на собрании директоров диснея хочу вам напомнить что у нас в основном семейная аудитория поэтому я надеюсь что ваша история будет понятно детям а да в чем история заде это история до цыганку него ничего не получилось он в гневе жёг париж нормально разница лишь в том что вопреки своему внешнему виду и положение в обществе эти персонажи заслужили слышите заслужили достойного к себе отношения они работали над собой выходили за пределы собственных возможностей поэтому мы и хотим себя с ними ассоциировать а это отрыжка мне просто противно чел как был зябликом так им и остался что он сделал для этого ничего и весь сериал он просто взял копию кинул монстр залку я кач весь сюжет будет делать что потыкать ему самыми дебильными способами которые только могут быть но перед этим нужно начать вести список женщин которые будут вешаться ему на шею ну а что для качественного копии гарри и все вычего и так спасенная девушка же без гаремники просто и же не раздражает если где-то не сделаны хоть ну как-то с рафляночка из приколом ну ладно пускай нас будет там вообще все него про про фу про прикол простёб на досекаями то большинстве случаев гаремы просто высосаны из пальца раз кстати можете забыть про неё нафиг она в сюжете роли вообще никакой не играет и так наш герой попадает в элитную школу которая как обычная но элитная и при поступлении судят детей не по оценкам а по решимости видимо решимости богатых родителей отвалить много денег и бы школа-то платная вы используете для сценарного клеп пва чел у тебя все в порядке как это стакается к чему вот эти вот бравады о важности характера при поступлении если сука школа платная каким бы ты не был решительным туда не поступишь без денег тогда какой смысл ваши вот хотя бы если вы это обыграли как помню в этом семейке шпионов вот там как будто школа то прикольно ой блин я помню это поступление просто невероятное господи какое же это говнище элегантно вообще писал до этого хорошее аниме плод эволюции вот это аниме плод эволюции это один автор я не удивлен я не удивлен мы смотрели именно это аниме да все вот эта женщина это большая рыжая макака из шоу не рыжая розовая извиняюсь да вот вот а он даже тут есть иконочка это просто это не аниме это просто кошмар там в конце шоу не главного злодея победили силой любви ну это все что я хотел сказать есть адаптация ну-ка приключение фэнтези романтика не надо смотреть не надо мы его досмотрели потому что уже просто была стука к мем я думаю блин это это самое худшее что я смотрел просто из аниме парень попадает фэнтези мир где становится подкачанным красивым обретает суперсилы и гарем из женщин да 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 че только еще и плохо нарисованное искусство это хороший способ эскапизма но еще знаете какой там как там файты поставлены это просто мое любимое там идет бой они в это время типа бой идет за кадром и показывала на герой ого так круто держится вау это просто невероятный прием и там тупо в бою максимум 2-3 кадра чисто покажут полустатические таких чуть-чуть гпнг картинки во аниме супер старались знаю зачем те псевдонимы отсутствие фотографии чтоб тебе никто физиономию не набил за эти безвкусные дизайны персонажей то есть серьезно этот дизайн брони явно нарушает несколько конвенций уон а чтобы не быть военным преступником на поприще художественного побоища ты можешь освоить профессию концепт художного автор покушает дважды тут нормально нормально вот он отучился один день школе и блин как же ему там хорошо и еда вкусно и в портативку можно поиграть на перемене и девушка на свидание позвала блин как хорошо мы его теряем медсестра что с ним копиума недостаточно нужно больше активного вещества да ты степешься нюне приписали сценарный хисаем ему только адрине лежут я не дам еще одному заморышу принять жестокую реальность бытия надо повысить дозировку копиума немедленно да чтоб тебя монтажер срочно включи восхищенные реплики статистов которые говорят о том же какой же главный герой хороший крутой вон там такая милая парочка какой же он красивый какой же он красивый ой все фух попустила стабильном состоянии ой ладно давайте продолжим просмотр после свидания слюнявчик идет вдруг не ну поверьте по сравнению с плодом эволюции это аниме хоть симпатично выглядит знаете но но хоть и симпать ну типа реально симпатично и потому что под эволюции это это просто мрак мраковник это мрачище и не знаю как назвать мой мир где наряжается в классную броню для людей у которых нет вкуса и спасает там девушку и вот сам этот факт подтверждает то о чем я говорил по лору его дом находится посреди мертвого леса где полно чудовищ и вообще там опасно поэтому именно там недалеко от его хаты он спасает от смерти принцессу здешних земель какого хрена она там забыла как она смогла оторваться от своих рыцарей вам никто не скажет это просто случилось чтобы что а вы думали для чего еще это нужно у него нет одежды для вас супер крутого мега накаченного тела и он идет в торгушку купить шмоток и но увей вы не представляете что же там с ним случилось именно в этом месте известный журнал проводил фотосессию на тему я с красавчиком бойфрендом и боже мой какая оказия тот самый красавчик так и заболею сессию и тогда фотограф решает сделать невероятное найти человека из толпы и у вас нет никаких шансов догадаться к об этом вы решили нанять конечно же они выбрали нашу плаксу конечно же фотографии получились великолепными конечно же все девушки в округе им восхищались и конечно же когда она прижалась к нему грудью он засмущался но и да совсем забыл а потом пришел только приставать к девушке его уложил одним броском за что получил овации видите именно этого им нужно господи сколько же они от этого получают удовольствие а он сделал я напомню он просто стал крутым без ничего просто так мне противно на это смотреть вы наверное думаете что это на что-то повлияет да не думайте другом мире принцесса позвала его в королевство но учитывая что ехать долго он отказывается ссылаясь на то что сам приедет но чуть попозже в его же мире нас снова ждет лошадиная доза копиума во время футбола он спасает одноклассницу от летящего мяча а знаете зачем 4 в уме ну догадливые после чего наш клубами зашелся авторов в прошлой части вроде бы поменьше их было тут уже прям нормально нормально ну просто часть все прошлом анимает гопники чтобы все год уже будет 56 заложники дочку директора и пересчитать ребра нашему пипидастру а ну и во главе разбоя стоят само собой его брат и сестра и так понимаю это настолько элитная школа что не подразумевает охранников как вы думаете наказал ли он всех обидчиков да вы прям экстрасенсы а не хотите записаться британское бюро предсказаний но мне тут нравится другая сцена брат обидел главного гопника тот взял его за шею и начал душить в окружении полицейских и тех видимо все устраивало класс знаете что да он вмешался да он остановил его силой взгляда да я не хочу рассказывать про это говно дальше также хочу отметить что именно на четвертой серии закончился бюджет с приводливости ради вот эти четыре серии были очень хорошо анимирован да и уряда симпатично сделаны прям потому что вы под эволюцион самого начала был очень плохо сделал художники не просто так ели свой хлеб но начиная с пятой серии мы видим вот это вот большую часть времени чё графену глаз попал ладно вам не привыкать ладно знаете что давайте чутка ускоримся ибо смысла происходящего в каждой серии становится все меньше и меньше он приручил собаку назвал ее на этом ну потому что ночь звучит под дэд инсайдов ски снова помог людям только что прохожие сказали какой же он крутой красавчик а как хорошо он смотрится с девушками хорошо персонаж который говорит за кадром потому что мне лень делать лишние рендеры он становится супер крутым магом что он для этого сделал просто нашел книгу вот говорите что книги полезны ребята вон почитал блин стал крутым а задумались люди не из волшебного мира не могут обладать магией но вот эта вот книга дает всю магию в мире человека который я нашел про это даже рассказывать скучно а теперь представьте какой смотреть но в нашем мире он не отставал он с классом пошел за покупками и конечно же овладев магией он научился выбивать все у одноруких бандитов хотя стойте rs4 saver souls chrome software обложка элден ринга ладно за отсылку на соус лайк можно поставить дополнительно ну все аниме хорошее забудьте жарил раньше бал о всезнающий камень покажи текущую оценку один из десяти все еще 0 из 10 было минус 1 получается чё сука в долги в лес дальше торгушка загорается он при помощи сверх сил спасает пару одноклассников от пожара а потом все стояли хлопали в другом мире он спасает еще девушку обоим да 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 само собой и вот вы наверное думаете а есть ли границы копиума касательно вешение женщин на шею главного героя одним словом лучше мужика чем ты не найти да парни даже учителя не находятся в безопасности а надо было всего лишь выехать на свежий воздух кстати знаете зачем они это сделали чтобы главный герой смог спасти всех от медведя но зато авторы зарофлили ведь по первому же звонку дочки директора его сделали сторожевым медведем но это как сторожевая собака но медведь сука я это говно не из головы взял окей с этого дня этого медведя сделает сторожевым хорошо какого хрена вы понимаете насколько конфликтный получилась история ну нет пострадавших у всех все хорошо 0 последствий тупо 0 вот опять же буквально следующая серия принцесса приезжает к затупню на нее нападает та убийца которую он спас принцесса назначает ее своей охранницей конфликт урегулирован и они все вместе уже из замок все вы понимаете это все я никогда не думал что скажу такое но кажется всепрощающая сила дружба это куда лучше сюжетный ход чем отсутствие конфликтов в принципе ну и напоследок авторы решили сорвать кран с баллона с копиумом его печатают на обложке журнала предлагают работать в индустрии он побеждает спортивную и винте он также отправляется на поклон королю там спасает его от покушения стал королем и лечит убийцу от болезни которая заставила пойти на этот шаг побеждать главную злодейку да сука конечно же это молодая симпатичная девушка конечно же он и побеждает конечно же она у него вешается и конечно же он ей помогает устроиться в новой школе видит бог если бы мне попросили выбрать между раскаленным свинцом в глаз или повторным просмотром этого шлака я бы выбрал свинец понимаете этот кал подарил мне новый опыт вот знаете это ощущение когда ты сидишь в очереди в поликлинике вы дезориентированы из-за болезни везде такой странный неприятный запах вокруг тебя такие же как и ты больные люди время тянется бесконечно долго ты все пытаешься не забыть за кем занимаешь вспоминаешь понимаешь что его нет забываешь за кем стоял он ты вырубаешься из усталости ты паникуешь ты дезориентирован вот это примерно то же самое так я перед компом сидел и смотрел китайский мультик ибо в этом сюжете нет сука сюжета герой ни к чему не стремится он крутой его любят девушки он классный все сюжет просто плывет по течению никаких и даже капсом напишу никаких конфликтов в этом сериале нет конечной точки тоже нет сюжетные линии боже ты сука мой просто осознайте что их две в нашем и волшебном мире и они сука одинаковые что там он спасает влиятельную девушку что тут спасает принцессу господи если бы то говно было материи тонну было бы вакуумом но вакууме нет материи именно это сцена где герой классный ему все аплодируют после чего идет ровно такая же сцена где герой классный и мы все аплодируют это буквально сука день сурка это хоррор и все это так обильно накачано похвалой главного героя о том какой же он классный и крутой и красивый а он для этого сука не сделал дайте угадаю я ничего не понимаю это просто клише си кайф до в аниме где чел переродился в торговый автомат индивидуальности больше в торговый автомат и зато диму поэтому не буду сказать каюсь грешен иногда и меня заносит на такое так что я плюс минус понимаю суть если так может назвать жанра но даже там есть условный владыка демонов которого надо победить ну да история полностью отдается приколам вроде готовки или земледелию от чего она превращается в асмр для мозга от которой ты смотришь от кисаешь и сбываешь кайф иногда такое смотреть самое то но вот этот вот мусор окей вот давайте проведем мысленный эксперимент возьмите вашего любимого персонажа из китайского мультика большинстве своем у него есть сверх силы вот минус нити чисто в голове у себя что у него и сверх силы и вы все еще сможете описать его характер и предпочтение потому что это все еще будет живым персонажем а глядя на это чучело без его сверх сил у мне всплывает только одно слово неудачник а подобное тянется к подобному именно поэтому это аниме для неудачников вот так вот вот так вот жестко лупанул блин по неудачникам на самом деле просто плохое это просто плохое аниме как и под валюса который посмотрел это было очень больно да это было очень больно я сандом до вышла или того было последний сектор смотрел больше уникает не будет надеюсь но это было очень плохо кто хочет посадить плохое аниме покринжевать со всего а там есть чего кринжевать то до под эволюции ваш выбор ребята советую если вы просто хотите понять что большинство ними которые до этого читали их плохими на самом деле очень хороший рада ребята ссылочка на регионал описании приходите подписывайтесь на столика подписывайтесь на мой канал не было бы очень приятно всем счастья здоровья дай всю придачу пока